На этой неделе новый коррупционный скандал. В среду утром сотрудники Федеральной службы безопасности и главного следственного управления СКР брали замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Олега Коршунова, где обычно задерживают главное тюремное начальство. Правильно, в яхт-клубе, где Коршунова и взяли по подозрению в финансовых нарушениях на полтора миллиарда рублей, как раз в тех подразделениях, которыми он командовал. Попутно следователи обыскали яхту, затем обыскали гараж с парком люксовых автомобилей, обыскали квартиру, нашли коллекцию часов, всего 22 штуки. Мелочь, конечно, по нынешним временам. Официально считается, что арест не связан со скандалом вокруг строительства нового питерского следственного изолятора «Кресты-2». Его строят с 2007-го, уже 10 лет. Первых гостей он должен был принять еще в 2013 году. Просторные, комфортные камеры, где на каждого клиента приходится не менее 7 квадратных метров. Это больше, чем в некоторых коммуналках на воле. Самый большой изолятор в мире. Конечно, его нельзя было бы назвать гордостью страны, но, впрочем, нельзя и просто так назвать его не достроили. Потому что все руководители, которые отвечали за это строительство, и чиновники в СИН, и бизнесмены, сейчас либо в тюрьме, либо по домашним арестам. И в этом есть, конечно, горькая ирония. Достроили бы, сами сидели бы там в комфорте и просторе, а теперь ютятся в переполненных камерах. Подробности о деле Олега Коршунова в материале нашего корреспондента Дмитрия Вахницкого. Какая она жизнь за решеткой лучше? Руководство в СИН знают разве что заключенные. И Олег Коршунов в один голос с адвокатами твердил суду, не хочу в СИЗО, здоровье не то. И вообще не тратил я 160 миллионов казенных рублей. Но его все же арестовали. Пока на два месяца. Олег, ты что за отечественным? Здорово, спасибо. По версии следствия, 160 миллионов рублей растратили на закупках ГСМ и продуктов. Но эти махинации, похоже, еще не все. Адвокаты гневно машут руками. Клиент чист. В Коршунову предъявлено обвинение в совершении абсолютно другого преступления. Не тех сказок про Кресты-2, не тех выдумок про некий калужский след. Но мы выяснили, за этими выдумками интересные связи и вполне реальные цифры. А человек, назначенный в ОФСИН искоренять коррупцию, мог по-своему понять поставленную задачу. Действительный государственный советник второго класса Коршунов никогда не служил в органах. Однокурсник нынешнего министра финансов Силуанова всю жизнь был банкиром, учредителем разных компаний. И, похоже, привык жить на широкую ногу. Выделился даже, когда за ним пришли люди в масках из ФСБ. Олега Коршунова задержали в разгар рабочего дня. Но не в кабинете, а вот в этом загородном яхт-клубе. Здесь предлагают прогулки под парусом, романтический ужин, даже возможность уединиться в уютном бунгало. Удовольствие не из дешевых, по самым скромным подсчетам. Один день обойдется где-то в 25 тысяч рублей. И, судя по всему, генерал-лейтенант был здесь частым гостем. Даже закованный в наручники, он чувствовал себя здесь, как дома. Неспешно отдавал распоряжение персоналу яхт-клуба. Ну, чем не барин? Вот она, та самая яхта Коршунова «Азимут». Рядом с надписью «Говорящая эмблема». В клубе вспоминают, за место на причале замдиректора в СИН платит уже несколько лет. Он вообще был не бедным. Согласно декларации, в его собственности квартира площадью больше 150 квадратных метров, три гаража, транспорт под стать. «Мерседес», «Кадиллак», дорогой мотоцикл «Харли Дэвидсон». Кроме яхты, еще моторная лодка и скутер. Интересная деталь. До того, как взять в руки управление всеми финансами службы исполнения наказаний, Коршунов почти два года официально был безработным. На Коршунова надеялись, ни с кем в системе не связан, никому ничего не должен. И новый замдиректора в СИН по финансам действительно взял с места в карьер. Пообещал вызвать на ковер каждого руководителя федерального государственного унитарного предприятия, сокращенно в ГУПа, работающего со службой. Пусть отвечают за эффективность и цены, по которым идут закупки. И вообще, надо отобрать у них даже возможность общаться с бизнесом напрямую. Мы убираем ту главную коррупционную составляющую. Когда коммерсанты общаются с ФКУ, цены своими с собой договариваются о цене. И происходит вот так как раз, наверное, та позиция, по которой нас все им ругаешь. Где-то там берут взятки, невзятки. Я не говорю, что это будет так легко. Интересно, что до назначения на пост заместителя директора Коршунов возглавлял финансовый отдел в СИНа, который и занимался закупками. С повышением он взялся за в ГУПы с удвоенной силой. Даже друзей позвал. Руководитель в ГУП Калужской Андрей Мухеддинов – давний знакомый Коршунова. Они вместе работали в администрации Рязанской области, возглавляли управление и делили бизнес. Оба – соучредители ряда фирм. Экострой, Автодрайв, мебельная фабрика Ольховская и еще корпорация нефтегазопереработка. Коршунов пришел туда гендиректором в 2002-м, а бывший жестянщик, водитель и охранник ЧОПа Мухеддинов получил там должность исполнительного директора, откуда потом ушел в чиновники. Калужская действительно была любимым в ГУПом Коршунова. Контракты шли на миллиарды рублей. Мухеддинов наверняка не без ведома старшего товарища, даже выходил на новые рынки. Ну, как новые? Уже раскрученные только другими. И цифры в отчетах скоро заинтересовали внутренние службы в СИН. В 2013 году в ГУП Калужская заработал почти 2 миллиона рублей. В 2014-м уже 39 миллионов. Отличный рост, если бы не одно «но». Именно в этот период в ГУП замкнула на себе интернет-магазины, где покупки совершали заключенные, выдавив из цепочки частников, у которых только по Москве прибыль составляла почти 500 миллионов рублей. Разница колоссальная, даже если допустить полную безграмотность новых менеджеров. Бывшего владельца такого интернет-магазина Николая Моторнова попытки отстоять свое дело перевели на больничную койку. Интервью теперь только по телефону. Рассказывает, как только бизнес-сепочка изменилась, налог с прибыли подняли с 18 до 20 процентов, предложили платить его не напрямую в бюджет, как раньше, а в ГУП Калужскому, задрали цены на все продукты и все курировал лично Мухеддин. Совещание он очень любил собирать там в Калуге. И все время настойчиво звучал тот момент, что пусть только кто-нибудь вякнет, Олежка им всем там пасть заткнет, всем этим начальникам, всем этим правозащитникам. Иначе так Олежка и не величал до некоторых плах. Ну и вот задача основная была затащить своих на площадку, чтобы я не пользовался услугами нормальных, меняемых поставщиков и производителей. Коршунов в это время раздавал интервью, рассказывал о новых достижениях и продовольственной безопасности пенитенциарной системы. В прошлом году взяли фабрику Маличкину и мы производили 240 тысяч яиц в день. Сейчас мы таким способом по стране смотрим фабрики, заходим туда. Но завалить зону мясом и яйцами не получилось. Несмотря на субсидии, в сотни миллионов птицефабрика обанкротилась. Схема классическая, утверждает правозащитник Владимир Осечкин, одним из первых взявшихся за общественное расследование работы в ГУП Калужская. Они получили государственные субсидии, они закупили по втрое завышенной цене оборудование для птицефабрики, которое просто даже не подходило для данного вида деятельности. Дальше они просто вырезали все поголовье курицы, сделали опять же из этого продукцию сосиски, колбасы и так далее. И опять же через эти в ГУПы продали через фирмы помойки и вывели основную массу денежных средств. Хотя куриц на фабрике могло вообще не быть, не исключает бывший офицер управления собственной безопасности в СИН. Сергей Хлопенов уже два года пытается доказать в суде, что со службы его уволили за то, что он слишком усердно проверял закупки и не хотел закрывать глаза на нарушение. Все, что касалось денежных моментов, где появлялся какой-то сотрудник, который начинал проявлять излишнее любопытство или, как там, скажем так, неразумную инициативу, все это жестко пресекалось. Бывший оперативник УСБ утверждает, в ГУПы просто занимались перекупкой, выдавая чужой товар за собственный. От мешков с мукой и сахаром до холодильник установок. При этом руководство колоний жаловалось, обязательное сотрудничество с такими предприятиями выходило вдвое дороже, чем на рынке. А поймать нечистых на руку снабженцев можно было только на мелочах. В Бурятии просто простой пример был, что свиньи сами пришли, поднимают транспортные нахладные, а получается, что свиньи пришли своим ходом. Из Красноярска в Бурятии по документам получают их колонии. Я приезжаю и говорю, где свиньи? Ну, поехали смотреть свиней. Свиней нет. Ну, они, говорят, в жаркую погоду стали болеть, и мы их всех, как говорится, забили, ликвидировали. То есть в ГУПы это, по сути, были какие-то эффективные бутые конторы? Да, так оно и есть. Олег Коршунов, всю жизнь работавшись с финансами, не мог этого не понимать. Больше того, он специально взял под контроль именно в ГУПы, рассказывает нам член экспертного совета и бывший советник директора ВСИНА. Ведь это золотое дно. Любая закупка у в ГУПов, она фактически внутренняя, внутриведомственная. Для нее не нужно проводить никаких серьезных аукционов. Достаточно сделать заключение, собрать комиссию, подписать у своих людей. Полтора десятка подписей собрать, и ты уже заказал в ГУПу на миллиард, два, три, десять. Дальше он, по собственному разумению, закупает все, где сочтет правильным и нужным, и по любой, как вы теперь понимаете, цене передает в систему. То есть в ГУП позволяет увеличить цену в два-три раза, не нарушая формально никаких законов. Претензии Коршунова могут быть связаны и со строительством СИЗО «Кресты-2» под Питером. Хотя он не раз сам приезжал на объект и устраивал показательные разносы, но открытие самого большого в Европе изолятора откладывается третий год. И мало того, что счетная палата недосчиталась 800 миллионов рублей, стройка обросла уголовными делами. Под следствие попал подчиненный Коршунова, заместитель Петербургского управления по строительству Сергей Моисеенко. Якобы он заказал убийство своего зама Николая Чернова, за то, что тот не захотел принимать акты выполненных работ. Экс-оперативник Лапенов вспоминает, как Чернов искал защиты в УСБ. Привозил аудиозаписи, он же ходил в последнее время, записывал эти совещания, какие ему задачи ставили, все это он записывал, записывал, записывал. Но он с диктофоном ходил, потому что страховался. И он привозил их в УСБ в СИН. Он приехал, то есть он же не знает, что он не туда их вложил. Но в результате этого он приехал в Питер и через неделю-две его застрелили. Возможно, Коршунов и не был напрямую замешан в скандалах с крестами. Хотя именно он контролировал не только строительные вгупы, даже размер зарплат и премий их руководителей. Те, кто работал в службе исполнения наказаний, утверждают, в империи закупок и госконтрактов все проходило через руки Коршунов. Где искать украденные миллионы, непонятно. Коршунов хоть и вел себя по-барски, но миллионера походил мало. И вообще бросает густую тень на компанию пойманных на взятки высоких начальников. Например, в отличие от тех же экс-губернаторов Хорошавина или Гайзера, собрание часов замдиректора ВСИН кажется коллекцией побрякушек. Самые дорогие специалисты оценили в 13 тысяч долларов, а некоторые, по словам адвоката Коршунова, стыдно сказать подделка. Говорят, те, кто близко знал, Коршунова фамильярно называли генерала пухлый и жаловались друг другу на его непомерную жадность. Как будут обращаться к нему сокамерники, пока не ясно. Но замдиректора ВСИН из системы никуда не денется, разве что оценит ее прелести со всех сторон. Дмитрий Бахнинский, Николай Кубанцев. Известие специальное для РНТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...